Саш, ну ты знаешь, что ученые выяснили, какие признаки присущи профессиональному выгоранию? Да, я про это прочитал уже. Действительно, это может быть как соматическая симптоматика, головные боли, бессонница, раздражительность, так и, ну скажем, моральные некоторые свойства. Это неудовлетворенность своей профессии, эмоциональная истощенность, негативное отношение к своему роду деятельности. Саш, ну вот я смотрю на тебя, ты знаешь, ни одного признака в тебе я не вижу. И вспоминая, как ты вчера пел и как ты вчера шутил над нашими девчонками в редакции, я понимаю, что тебе это в ближайшие годы не грозит совершенно. Абсолютно верно, потому что я очень люблю свою профессию. И вообще людям творческим свойственно свое дело любить и быть отданным ему всецело. Как, например, художникам. Точно, художникам это совершенно не грозит. Вы понимаете, что это такая работа, даже это не работа, это хобби. Ты рисуешь, ты машешь кистями и чувствуешь себя совершенно замечательно. Ну, так ли это? Абсолютно верно. Но я предлагаю разобраться подробнее. У нас есть корреспондент, который в эту ситуацию глубоко проник. Итак, прямо сейчас об этом сюжет. Мазок белой краски, голубой и вот оно. Небо голубое и бездонное. Легко и незатейливо на глазах крымского зрителя. Художник из Афганистана Заби Пайкан создает удивительную живописную картину. Если дома сидит в саду, это не то. Надо общаться с людьми всегда. Пока у меня рядом всегда находится белийский друг, который его называют живопис, меня никогда не скучно. Работы автора пронизаны особым колоритом востока, мечети, табуны мчащихся лошадей, узкие переулочки и шумные базары. Художник рассказывает, что в основе творчества находится его внутренний мир, способность взаимодействовать с природой, жизнью, самим собой. Заби Пайкан при написании своих работ совмещает несколько техник и пытается экспериментировать с различными материалами. Вот, например, эту работу он написал на коже зебры, а вот эта выполнена на коже козы. Большую часть своих картин автор пишет на бархате. По словам художника, процесс создания таких работ очень сложен, но имеет особую глубину и объем. Я хотел, когда я создаю картины, чтобы они временно не оставались. На несколько поколений. Поэтому решил придумать текан. С краской ничего не будет, видите, даже с ногтями. А на холстисе попробовать, сразу все трескаться. И краски впитывают, они вот так долго живут. Детство и юность Заби Пайкана прошли в Афганистане, где он окончил художественную школу. 20 лет назад переехал в Москву. Там и начался творческий путь художника. В 2014 году он впервые приехал в Крым. Увидев живописные места, он решил остаться здесь навсегда. К сожалению, то, что у нас война. И я, когда в Крым попал, я почувствовал, как будет, я в своей родине нахожусь. Вот это воздух, вот это горный пейзаж, вот это море, вот эта красота. Меня души захватили. Необычная природа, действительно, очень красивая. В библиотеке Ивана Франко открылась персональная выставка мастера. Здесь представлено более 80 работ, портреты, натюрморты и пейзажи. Общее впечатление первых посетителей – восхищение и восторг. Так как я тоже творческий человек, меня художник очень вдохновил. Благодарю его за эту выставку. Первое чувство, которое я испытываю, это красиво. Невероятный объем передан в картинах, очень яркие, глубокие краски. Выставка «Жизнь с искусством» будет радовать крымчан до 12 августа, где каждый желающий может ближе познакомиться с творчеством художника.